Механизм работы губернатор сегодня обсудил с министрами спорта и образования Кубани. Выделенные 20 миллионов рублей направят не только на закупку необходимого оборудования, но и на повышение квалификации школьных тренеров. Любой спорт – это философия в первую очередь. А философия – это очень важно для духа бойца, потому что сперва нужно победить духом, а потом нужно победить физически. И я считаю, что самбо отвечает этим требованиям. Но, к сожалению, секции самбо и тренера по самбо в крае по час днем с огнем не найдешь. Вот это неправильно. То есть вот эти виды спорта, которые сегодня, они почему-то оказались дефицитными. И тем не менее они востребованы. Если эксперимент пройдет успешно, то я думаю, что мы эту практику распространим на все школы нашего края. Это максимально доступный, дешевый вид спорта. Уж точно коврами мы обеспечим все и спортивные секции, и спортивные клубы, и школы. И бери, занимайся. Это очень важно, чтобы дать возможность мальчишкам, активным мальчишкам на Кубани, очень активные ребята, волевые, чтобы они свою энергию выбрасывали на ковре. Сегодня у нас есть и преподавательский состав, который пройдет повышение квалификации. Да, это две недели, это 72 часа. 155 человек – это учителя физкультуры с навыками борьбы. У нас есть методические рекомендации, у нас есть возможность за каникулярный период до 1 сентября внести это все в учебные планы и программы и запустить проект в 150 школах. Занятия самбо в школах Кубани будут проходить в качестве третьего урока физкультуры. А к 2021 году тренировки по самообороне планируют ввести во всех общеобразовательных учреждениях.